Дорогие друзья, много тысяч лет назад Грибой вынес Мне, как Робинзону Находившемуся на небитаемом острове Черно-белом таком Черно-белом острове Где жили одни только умные люди Обломок очень светлой цивилизации Это была маленькая Сибирская девочка Звали ее Пелагея Какое счастье, что с тех пор прошло немало времени И мы можем убедиться А оказывается, вполне даже возможно В нашем мире Сохранить внутреннюю и внешнюю чистоту Вот в этом и есть главный Мне кажется, поучительный урок Пелагея А вовсе не в том, что еще при этом Можно развиваться в вокальном деле Здравствуйте Наконец-то Я на самом деле очень рада Что я наконец-то сижу в этом прекрасном кресле Я действительно ваш постоянный зритель Наблюдала у вас Леню Агутиной И вообще спасибо вам огромное За эту прекраснейшую беседу За то, что мы смогли это наблюдать Я получила огромное удовольствие Как и наблюдая за другими Вашими прекрасными гостями Большое спасибо Это была Пелагея Да Ну давайте попробуем По-серьезному поговорить В последнее время В России растет спрос На народную фольк-музыку Вопрос От чего это происходит Мы действительно пытаемся Своими силами Как-то не дожидаясь указки сверху Самоопределиться как нация Ну безусловно Что такое национальная идея С которой все так носится Столько лет у нас в стране И никак не могут определиться Она якобы есть какая-то Но сформулировать ее Вообще сложно Да, прямо скажем А в нашей стране Мне кажется Еще сложнее Практически невозможно Я сейчас, например Вот читаю Бердяева Русскую идею И вот пытаюсь тоже сама Как-то что-то почерпнуть Может быть Из этого прекрасного Труда Философского Чтобы как-то тоже Сформулировать для себя Более-менее Хотя в принципе В какой-то Ну грубо говоря Лингвистической формулировке Я не нуждаюсь Потому что я эту идею чувствую И в общем Пытаюсь ее как-то Так или иначе транслировать Просто пока я ее Не облекла в слова А так Она у меня внутри И то, что Вот сколько лет уже Да, я расту И уже начала стареть Собственно после 25 А все еще На организм же стареет Стареет Все правильно Мы с Дмитрием Александровичем Переглянулись Я прочитала в интернете За что купила За то продаю И тем не менее Все это время Я занимаюсь народной музыкой Сначала менее осознанно Да, просто потому что Ну так сложилось Так получилось И в моем доме Всегда она звучала Я не была Лишена Такой свободы Не стесняться Народную музыку Вот скажем так Потому что очень многие Мои ровесники Люди старше меня Люди младше меня Сталкиваются с проблемой Того, что они Пафос как таковой Вообще не могут выносить А его достаточно много В народной музыке Да И пафос особенно Патриотический Тоже им претит Всячески И когда они слышат Народную музыку Это вот это вот Ой нет Это такое наше Оно такое неинтересное Вот там же есть Вот какое-то на них Похожее Вот это я буду слушать Это можно Это модно Это нужно Я тогда буду Ну как все и вообще А Россия Не то, не то Не то Мы другие Я вот другой Ну так случилось Что я родился В этой стране Совершенно случайно Но я прекрасный Один-единственный Все остальное плохо Я глобально Не согласна С этой позицией Человеческой Потому что я бы хотела Чтобы Ну ладно Не то, что люди Относились То есть я стараюсь Твой дедушка Пятиэтажку Мама Сумела Что-то очень важное Замесить и передать Не только мама Вообще семья наша Несмотря на то Что она Такая как бы Немножко однобокая Да Со стороны мамы Собственно Все родственники Меня назвали В честь маминой бабушки Моей прабабушки И так далее То есть это такая Ну Без папы Да Но тем не менее Несмотря на то Что я вот Не захватила Бабу Полю Да Вот Пелагею Кирилловну Несмотря на то Что я не захватила Многих родственников Моих Там По бабушкиной линии И так далее У нас всегда В семье Рассказывали Про умерших родственников Какими они были Что за характер Да Это Сибирь Новосибирск Вот там Алтай И так далее Немножко Алтайский дедушка Иногда приходит ко мне Зависит от макияжа И на самом деле Я действительно Узнаю в себе Какие-то вещи Вот опять же О том О чем я говорила Когда ты не относишься К родине К своей семье Как к чему-то Что тебя не касается И ты здесь Вот как будто случайно И извините-извините Каждый сам за себя Я вам ничего не должен Это неинтересно А вот когда ты Через культуру Через истории Своей семьи Разбираешься в себе Как любой человек Который интересуется Развитием Да Своим И мне очень интересно Я давно же Анализирую себя Мне еще в этом помогают Всегда С раннего детства Были взрослые люди Которые говорили Что ну ты же понимаешь Что ты сейчас вырастишь И не будешь никому нужна И я в какой-то момент Поняла Что нужно за собой следить Чтобы вырасти И все-таки Остаться Интересной Для разных людей И для себя В первую очередь Нужно знать Что-то с собой делать И я начала копаться В себе И я конечно же Вижу в себе Свою маму Очень часто И конечно Чем дальше Тем больше И разные Как бы Ипостаси мамины Вижу Бабушку Вижу дедушку Вот И я разбираю Прям представляю себе Каких-то родственников Чьи только фотографии Я видела И слышала истории Как они реагировали На что-то Это тоже очень интересно И тогда Ну какой-то вот Пазл выстраивается Понятно Почему ты так думаешь Что нужно сделать Для того Чтобы ты думал По-другому И так далее Или наоборот Чему нужно быть Благодарным За себя Поэтому Я благодарна своей семье Ну и своей стране Вот опять же Может быть это очень Там пафосно звучит И кому-то кажется Что я не могу В 26 лет Так думать Да Совершенно искренне Не, ну имеешь право Если президент проследился Слушать тебя Борис Николаевич Ельцин Это же была такая история Ну и что Ты никогда не говорила И не будешь Наверное Говорить об отце И я не буду спрашивать Как познакомились Где разошлись Просто ответь За что ты ему благодарна Кроме самого факта рождения Что в тебе от него? Ну некий биологический материал И все? Я считаю что Нет Папа это прекрасно И дай бог Чтобы в семье В которую я начну Да Этот персонаж присутствовал Так как он должен присутствовать В семье Потому что в любом случае Есть там всяческие модели Ролевые Они там Облегчают Конечно же Жизнь Следующему Существу Но тем не менее На генном Хотя бы уровне Что тебе рассказывают? Мне сложно сказать Чем я ему обязана Наверное Какие-то качества Вот если я не могу найти Вопрос Это от кого? Наверное От папы Ну Я считаю Что просто У меня совершенно Отдельная история И у меня такая мама Что там и папа И братик И сестричка Несколько мам И концертный директор И продюсер Да-да-да Она очень много Выполняет суперфункций Вот Поэтому Человек Собственные желания Продюсера Или мои Так она вот свои Как раз Желания сжимает И я это вижу Опять же С годами Немножко по-другому На все смотришь Когда ты подходишь Опять же К детородному возрасту Да Я вот думаю Вот А вот я бы Как вот Вот если бы я была Полей Из Новосибирска И у меня была Вот дочка Которая вдруг бы запела И я понимала Что это такое Чем это грозит Вообще Что это достаточно Опасная дорожка И что же делать Вообще И как же поехать В Москву Ну понятно Что было другое время Но тем не менее В общем То что совершила Моя мама Это конечно Такой Прямо героический поступок И я Не то что никогда Это не забываю Во-первых Я действительно Это не забываю И я стараюсь Ну быть благодарным Вообще Человеком В первую очередь Своей маме Конечно Не всегда это получается Иногда Мам Да отстань Вот это все Но потом ты думаешь Ну что Ну это же Это же Вот это мама Это же Вот этот человек И я считаю Что обязательно Это нужно говорить Я не просто потому Что я ее дочка И у меня нет выбора С кем работать У меня есть возможность Если бы я захотела Работать с каким-то Другим менеджером Да Каким-то чужим человеком Я даже не могу себе Этого представить Потому что В плане наших отношений Музыкальный продюсер И артист Да там Проект и так далее Который у нас тоже есть Это одна из опций Моей мамы Скажем так Это тоже совершенно Удивительное отношение Которые мне Очень помогли Вот пока я была Наставником В одном проекте Очень помогли Потому что Мама работала со мной Всегда С самого раннего возраста Со мной всегда Общались Как со взрослым Равным человеком Это Ну это Совершенно Удивительный опыт И я постараюсь Обязательно его Передать своим детям И она со мной Общалась В плане творчества И до сих пор Мы с ней продолжаем Этим заниматься Потому что это необходимо Совершенно любому артисту Ну окей Не любому Мне необходимо Она за мной занимается Как режиссер С актером Она расставляет Нейкие флажки Режиссер с актером Во-во-во Кстати про флажки Кнутый пряник Ты знаешь Да Замечательная такая штука В каких процентах Соотношениях Кнутые пряники Чаще хвалит Или ругает Она не ругает Она Обращает внимание На какие-то Ну недостатки Безусловно Иногда может быть Это даже и обидно Потому что Ты же думаешь Ну как же так Я вот так руками делаю Потому что Это душа моя Тут в руках В моих А потом Она тебе говорит Да нет Это штамп твой Ты посмотри Ты вот тут душой Вот так вот сделала И вот тут вот так же Это что такое Ты сначала Нет Это душа Потом пойдешь Подумаешь Ну да Какая это душа Я просто вот Ну замылилась уже Там концертов много И слава богу Когда такой человек есть Потому что я наблюдаю За другими людьми Там вокруг свита Который говорит О это было великолепно Это было так прекрасно Ты самый замечательный Или замечательная Я на свете Это великолепно Замечательно Выглядишь замечательно Говоришь Поешь все Так и надо Потому что они боятся Что если что Вдруг как-то Они лишатся милости А тут наоборот Нет никакого секрета Что на территории Самой большой страны На планете Есть миллион Семьсот тысяч Хорошо поющих Фольклорных певиц И красавиц И страшненьких И стареньких И юненьких Но у нас Поленькая сейчас Одна Значит Как же это Такое происходит А вот в чем дело Ты выбираешь Только такие песни Где есть Животворяющая энергия Половая Метафизическая Религиозная Какая угодно Но энергия Да Вот же фольк Это все мама тебе Репертуар подбирает Но сейчас Все таки Это немножко Уже по другому Я все таки Уже немножко выросла И поэтому Есть моя доля В этом Не в бизнесе А именно Какую песню Ты в экспедиции ездишь Нет в экспедиции Я не езжу Я пользуюсь Плодами Труда Съездивших Расскажи Про какую-нибудь Сумасшедшую Находку В народной песне Ну то есть Что тебя поразило Последние лет 5 Последние Да на самом деле Много Есть Различные На самом деле Коллективы Которые мы Отслеживаем Благо есть Всемирная сеть Интернет Вообще Расскрываем Ну песенку Дай какую-нибудь Совершенно сумасшедшую Прекрасный Нашли мы Ансамбль Воли Из города Первоуральска У них такая Солистка Волшебная Я прям Заслушиваюсь Да песню-то дай Что там Такого Есть Прекрасная Песня Мы ее Включили В программу Вишневый сад Наш Ну-ка За Уралом За рекой Да Там Казак Гулял Ой Да Не один Казак Гулял Да Ой Да С товарищем Не один Казак Гулял Да С товарищем Ой Да Да Товарищ Все Да Ну Я Вода Ой Разворой Он И добрый Конь Такая Она Длинная Куча Буклетов И вообще Прекрасная Вот такая песня Что касается Народной музыки Сейчас ее Классифицируют так Народное исполнение Хоровое В народных костюмах Стоят Вот и поют Второе Это две наших Больших надежды Так Надежда Бабкина И Надежда Кадыша Это уже значит Чтобы Во всеоружии Встречать Народную песню И третий вариант Всевозможные эксперименты Началось все Что у нас Я не знаю Может быть не с этого началось Но Баб Яга Был такой коллектив Да Которые сочетали Английские Да Я не знаю Давно их не слышал Английский рок И нашу народную песню Иван Купала Который использовал Сэмплы народных песен Где он взял их Где эти ребята взяли А взяли они это все У Дип Фореста На самом деле И Игма И вот эти все эксперименты Иногда приводят К странным результатам Была у нас Замечательная песня Пелагея Валенки Так Песня ставшая нарицательной Перекочевавшая Из одного радиоанекдота В другой Лидия Русланова И тут вдруг Ты выступаешь С этими валенками Делаешь из этого Какое-то С вкраплениями рэпа Зачем? Неужели ты думаешь Что эти валенки Будет молодежь В себе из айпода В айпод перебрасывать? Я не представляю Что происходит На валенках На наших концертах Мы пытаемся ее не петь Бать по-честному Я слушал другую версию Да На концертах у нас Джи-джи-джи Не-не-не Версия исполнения этой песни Я где-то читал Что тебя просят на концертах Ее уже не петь А ты все равно ее поешь Нет Если бы Если бы Не-не-не Мы пытаемся Ну как бы Заменять репертуар И поэтому Те песни Которые Ну уже невозможно Так долго петь Ну-ка-ну-ка Ну валенками Обычно Все заканчивается Вся вот эта вот Вы кханали У нас на концертах Но обычно все Как вы сказали Вот эта половая энергия В валенках-то Да там про другое Там она не половая Эта энергия Она вообще А тогда и не надо Никакой Она совершенно Какая-то вообще Дикая Именно потому что Эта песня такая простая Ну что там Трикола вообще И потому что Там такой текст И потому что Вот ее каждый знает И вот в этот момент Вот эта генетическая память Она такая На легком плане Таком Да Казалось бы Ой развлекательная Но она как раз Включается И что творится С дедушками С бабушками Забежавшими К нам на концерт С детьми Ну-ка-ка Давайте-ка Поварусь Все живем память Если что Нашествие Ну что ж Поехали нашествие О, мало кто знает. Вот джеклин какой-то, что это такое? О, ну это кустурица. Это уже кустурица. Это же Евгаславшина пошла. Да нет, это же все равно фольклор просто с... Ой, все поют, здесь не слышно. Но они прям все поют. О, старенький. Это еще ничего, а вот то, что тебя на девочке на песне там с этим... Ну, это другое, это альбомная, студийная версия, за которую мы, между прочим, даже вообще лучшее сведение получили, поэтому... А там ведь весь вокал твой? Везде. Весь вокал мой. Вообще никого больше нет? Да, нет. Только парниш какой-то на казаке там что-то... Ну да. Ты мне скажи, вот мы говорили о границах, да, что можно их переходить, можно не переходить. Понятно, что молодежи нужно 120 ударов в минуту минимум, и тогда любая песня, спетая в этом ритме модной аранжировки, закомпрессованные ударники и хороший бас, будет модна. Ну, мы не этим руководствуемся. Понимаю, что вы не этим. Так вот, что ты не перейдешь? Какую ты границу не перейдешь? А, ну, я уже сказала, что это на самом деле зависит от вкуса музыкального. Исключительно. Я не говорю, что вот то, что мы делаем, вот это да, вот это правильно, вот так нужно, treat me well, что называется, вот так вот с народной музыкой можно обращаться. Все остальное нет, ни в коем случае, это все пошлятинка. Ремарк принимается, и все-таки. Нет, не так. Но, но, я, например, ну, конкретно я, не очень люблю, когда народную музыку смешивают с джазом, например. Вот это сочетание стилей мне не очень близко. Полуинтер, да? Ну, как бы, нет, я другой пример. У меня есть, и я его звучать не хотела бы. Но, тем не менее, это исключительно. А другие люди, я понимаю, что не представляете, ну, как вообще на это можно ходить, смотреть и слушать, и что там может всколыхнуться. Поэтому мы, безусловно, рассчитываем, ну, не рассчитываем, но хотелось бы нам, чтобы молодежь тоже откликнулась. Потому что, ну, нам всем, в общем, не так много лет. И мне, в конце концов. И мы все музыканты группы «Пелагея», с нескромным названием «Пелагея», мы все совершенно, ну, такие урбанистически настроенные, на самом деле, ребята. Вот. И мы слушаем, конечно же, очень разную музыку. Помимо рок-классики, народная музыка присутствует в наших плейлистах. Скажи, пожалуйста, а вот правда ли, что вся народная музыка – это некий такой все-таки раритетный раритет, такой уже нафталином попахивающий, ничего нового там, ну, не может родиться сейчас. Ну, кто пишет сейчас народные песни? Ну, Матвиенко, разве что, Любе написал про коня, вот эта замечательная. Замечательная песня, действительно, даже мы ее иногда тоже поем. Народные песни. У меня, когда мы писали альбом, который называется «Тропы», он чем знаменателен был для нашей группы, тем, что там были наши первые попытки петь авторскую музыку. Авторская музыка какого содержания? Значит, написала ее, лирику писала моя мама, музыку писал Паша Дешура, гитарист. Ничего себе, ну. Да. Очень интересно, между прочим, получилось, вы как-нибудь послушайте на досуге. Да не как-нибудь, а сейчас, ну. Ну, вот какой-нибудь, я даже не знаю, какую песню, там есть замечательная композиция, называется «Тропы», да. Вот она, она как бы псевдонародная, я не люблю такую формулировку, она такая сразу «псевдо». Ну, как бы, она же не писалась типа поднародная, но при этом, так как мы наполнены этой музыкой, она у нас в голове звучит, соответственно, ты как бы в этом стиле и пишешь музыку. Ты скажешь, песня, что из поколения в поколение, какая-то история внутри рассказа. Ну, безусловно, она просто меняется. То есть, я, допустим, те песни, которые пою, да, я все равно, так или иначе, ну, раз тут у меня какое-то опевание свое, да, какое-то другое гармоническое, ну, и все, а дальше человек уже другой слышит уже в моем исполнении. Он уже слышит с этим опеванием и оставляет его, или придумывает что-то новое. Меняется текст, меняется музыка. Я, когда пою народные песни, меня вот это еще, почему так, опять же, торкает в фольклоре, в традиционной музыке? Потому что я понимаю, какая нам неответственность лежит в данный момент. Я понимаю, что это песни, которые пелись огромным количеством людей в разных, будучи в разных состояниях, в состоянии горя, страданий и так далее. Для меня, несмотря на то, что, ну, это очень эфемерное, конечно, искусство, музыка, да, это не картинка, не потрогаешь даже ее. Но я считаю, что они все это хранят, и я вот тащу этот груз с удовольствием огромным, и боюсь как-то его расплескать, боюсь что-то не то с ним сделать очень. Но при этом я получаю огромное удовольствие от работы с этим драгоценным материалом. Давайте посмотрим вот тропы-то эти. Тропами, сбитыми стопами, ходят далями люди странные. Их душа холодна, замерзала до дна, Трепетала, желала, достала. Трепетала, желала, достала. Трепетала, желала, 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 желала. Слушайте, есть у вас, дорогие друзья, вот такое ощущение, вот когда звучит подобная песня в таком исполнении, вдруг в душе переключается краник, который отвечает за потоки энергии. Если раньше у нас в таком положении, что наша энергия в анекдоты выливала, сценичная манера принятая сегодня в общении, подтрунивает друг над другом, хохот казарменный, как звучит народная песня, скажем, вот такая трогательная, ну или сделанная кем-то с твердым знанием народной, сразу говорит, опа, эта энергия в какую-то очень внутреннюю область, которая есть в каждом из нас, которую мы очень боимся показывать в ежедневной жизни. Тоненький желобок такой, да, может расплескаться. Ну она обязательно есть, мы знаем, что вообще-то есть на свете честь, совесть, мамины руки, горячий хлеб бабушкин, ну есть такая область, вот как в музей же ходишь иногда раз в году, вот такая область, ну это, ну так жить, конечно, нельзя, нам не дают так жить, но есть такая, есть такая какая-то... В нас есть. В нас есть. В нас. Тысяча музыкантов, один другого искуснее, ведь, слава богу, Игнесенко выплевывает их по 150 в год, про консерваторию молчу и так далее. Вот выпускает различные пластинки, большое счастье, что они уже никому и не нужны, все на свете скачивается теперь по 99 центов, а то и бесплатно. И многое хорошего сыграно, но никому это все не нужно. Почему? Вот почему. Потому что этот прекрасный музыкант не имел в виду, даже при замысле пластинки, не говоря уже о записи, только одно. Все остальное он имел в виду, как сыграть, вот как бы вот так еще бы, а или спеть вот еще пограмотнее. Не имел в виду только одного. Кому? При каких обстоятельствах, для удовлетворения каких потребностей слушатель ставит кассету, кассета-поемник. Да нафиг ему нужно, как ты играешь на бас-гитаре, на валторне, на скрипке, на электрогитаре, на банджо. Как ты умеешь петь, не умеешь петь, как ты аранжировал, не аранжировал. Нафиг ты ему нужен, если он тебе нифига не интересен. А тут тебе и этот год выходит, при решении этих вопросов, Бердяев твой, недаром певица читает Бердяев, очень редко какая читает. Это ты, мое счастье, что ты это читаешь. А потому что эта-то книжица, а лучше бы тебе Достоевская, хочу-почему лучше, лучше все на свете. Это все впереди. Послушай. И позади, и впереди. Так может быть, эта-то процедура поможет тебе ответить на главный вопрос. А что, собственно, будет удовлетворять в ежедневной жизни твоего слушателя? Твоя там очередная пластинка. Да. А вот тебе сейчас такое покажу. Я вчера думала насчет того, что вот считаю ли я свою профессию обслуживающим персоналом. Обслуживающим. Вот считаю ли я. И как я к этому отношусь, если это так? И? И в результате я поняла, что ничего я не поняла. Я не закончила пока эту мысль. Но я понимаю, что вот есть артисты, которые такие вот, они такие далекие, они такие недоступные, недостижимые. Вот они такие странные, непонятные. Вот я, конечно, не такая. Я так про себя не думаю. Я понимаю, что если я вот приезжаю в какой-то город, например, да, и вот ко мне приходят зрители на концерт, да, в этот момент, несмотря на то, что, казалось бы, я сейчас поделюсь с ними своими мыслями, да, своими философскими идеями, с решениями вопросов, с которыми, может быть, они тоже пришли, а я им вот решения подсказываю, там, какой-то ролевой моделью являюсь и так далее. Ну, то есть много всяческих, там, казалось бы, вещей, которые должны меня приподнять немножечко над ними, да, и рампа между нами, и все такое. И вот их много, а я одна, и с группой нас, нас вот там мало человек, да. Но при этом я все равно, не то, что, я при этом не хочу ему служить, и не хочу им угодить каждому. Такого у меня тоже нет. То есть вот это вот, а вот я тут вышла, извините, я вам сейчас быстренько спою и иду. Такого тоже нет. Есть определенные, там, чувства собственного достоинства и так далее. И, в общем, жанр-то у нас, несмотря на то, что он такой простой и народный, на самом деле сейчас он элитарный, потому что это сложная музыка. Потому что не так-то просто, оказывается, петь простые и народные песни, слушать и так далее. Русская народная музыка, это музыка, до которой нужно дорасти. Да, это абсолютно... Собственно, так оно и есть. Но я хочу ответить на твой вопрос, даже воплотив себе образ такого... Очень просто сказать, да, обслуживающий персонал, наверное. Вот ты, девочка-то моя, обслуживающий, ты персонал. Объясню, почему. Твоя профессия какая? Певица. Была бы ты ткачиха, а по вечерам бы в клубе пела, тогда бы ты занималась бы самодеятельностью. Тебе наплевать было. Я артистка. Вот. Я не певица. А ты зависишь от... Я артистка. Артистка. От толпы. Правильно? От толпы? От толпы. От массы трудящихся. Я беру сразу это дело в кавычки и наполняю положительным смыслом, потому что масса трудящих, собственно, позволяет нам с вами здесь... А как я от нее завишу? Как? А не придут они на твой концерт? Денежку ты не получишь. Кушать ты что будешь? Ну, не придут, значит найду какую-нибудь другую профессию. Нет, дело не в этом. Просто я хотела бы... Я вот когда с людьми общаюсь, с обычными, вот с вами, я хочу, чтобы наша беседа прошла хорошо. Я хочу, чтобы вы обо мне хорошо подумали, и я хочу, чтобы у меня о вас мнение было тоже прекрасным. Да, но мы с Миром Александровичем не покупали билеты в эту студию сегодня, слава богу. Ну и что? А я вас тоже не так уж и развлекаю. И вот хочешь, чтобы хорошо прошло, и что теперь? Вот. И также я отношусь... Это вообще моя позиция. Я транслирую хорошую энергию всем. Если я выхожу на сцену, просто я включаю кран побольше, соответственно, душ, да? И это, значит, энергия не вот вам вдвоим, да, делюсь, а большому количеству людей. Мне хочется, чтобы беседа моя с тысячным залом прошла так же хорошо. Мне хочется, чтобы и вы вот вышли из этой студии и подумали, ну, нормальная она девчонка. Вот она как-то на душе хорошо, а не так, знаете, чтобы кто это был вообще. И чтобы эти люди, они же за этим тоже приходят. И в первую очередь они приходят именно за этим. Они для того, чтобы я резонаторы свои раскачала. Насчет того, нормальная девчонка или нет, я уже все давно понял, потому что у меня в машине уже в третьи сутки крутятся девушкины песни. Есть еще диски. Я о них слушал, кстати, в интернете говорят о них много. Пелагея, вот такой вопрос. Ну, понятно, что народная песня русская, это простор, это казачья вольница. А народ-то и в городах, давненько проживает в городах. Из городского фольклора прекрасно. Вот, вот, вот. Так что из городского фольклора может войти в твое творчество? Или это же совершенно какая-то не та тема? Было дело, мы Чубчик пели. Ну, Чубчик, да. Прекрасный представитель городского фольклора с композицией. С Гариком, да. Но, во всяком случае, в тот момент жизни моей, я была помладше, и, ну, мне не понравилось, как я спела эту песню, в общем. Может быть, сейчас я бы ее спела по-другому, хотя сейчас тоже мне неинтересно, если честно. Вот эта композиция, вот сейчас мне она не очень, как бы, к ней лежит. Может быть, потому что я немножко обломалась, потому что мне не понравилось совсем, как у меня это получилось. То есть вообще ничего я сейчас не говорю про Игоря Ивановича, вообще он... Игорь все сам сказал в самом начале этого трека, который вошел, кстати, в тот же самый твой альбом. Ну, я и Петя-то не умею, никогда не пела его. Но Петя, на самом деле, умеет, прекрасно, я очень его люблю, преклоняюсь перед ним абсолютно всячески и так далее. Сейчас вот мы, такая у нас очень интересная программа для меня, назвали «Мой вишневый сад», и включили туда некоторое количество романсов. Лирических песен, которые, как нам кажется, несут в себе некую романсовую парадигму. И это, естественно, высокая поэзия, высокий слог, прекрасная музыка. Совершенно достойнейшие темы, которые затронуты в этих романсах. А потом, ну мне же нужно куда-то деть мой рдеющий диплом Гитиса. Прямо рдеющий мне, мозолящий мне глаз своей красной обложечкой. Вот, и мне интересно было как-то вот драматический талант, как-то его применить. Потому что то, что я видела, когда у меня были пробы, кинопробы, там я драматического таланта у себя не разглядела. В том-то и дело, к сожалению. Поэтому я пытаюсь... Куда пробовались, Калайкин? Ой, даже не стоит рассказывать. Да бросьте. Ну, в общем, мне регулярно... Ну, про красный диплом стоит, а про это не стоит. В том-то и дело. Регулярно поступают всяческие разные предложения от разных режиссеров. Может быть, просто я режиссера сегодня встретила. Может быть, просто мне не нужно этим заниматься. Я все-таки ответственно отношусь к тому, что мы делаем публично. Что мама Света говорит на эту тему? Тактично. Говорит, ну может, да не дано его, Поль. Когда я уже... Мама, какой кошмар! Я не могу! Ну что такое? Ну вот, а тут можно и поиграть, и попереживать. Да, да, да. И вот, наконец-то, мне никто не скажет, да, деточка, ты же маленькая, чтобы петь про любовь. Ну, спой. Ну, вот спой куплетик какой-нибудь, который тебе особенно нравится. Ну, вот в романсах. Что там про плюшевый плед-то, как это было? Под лаской плюшевого пледа. Да, как это же... Нет, романсы вообще сейчас не хочу петь романс. Не совсем не то. И вы вообще меня уже развели на одну песню. Вы послушайте под лаской плюшевого плед. Вы даже представить себе раньше не могли, что о любви можно петь такими замечательными словами. Точка. Это такое... Вот с этой точки мы начнем, как бы, продолжение нашего разговора о высоких мирах. Я позволил себе страшное. Надежда Бабкина у нас присутствует на стене видеоблогов. Она тоже размышляет о тонких мирах, о возвышенном. С удовольствием. Я тоже думаю, ничего страшного, почему нам не послушать Надежду Бабкину? Я желаю, чтобы никто не оступался и не делал плохих поступков, никого не оскорблял, ни о ком не думал плохо, никому не желал вреда, потому что в тонком мире, в котором мы сегодня живем, он очень оперативный. Если раньше можно было на кого-то косо поглядеть, то сдачи ты получишь, спустя какое-то время потом начинаешь вспоминать, за что мне это все. А сейчас ты только посмотрел косо, ты по башке получил тут же, не успел отойти. Это о чем говорит? О том, что мы живем в таком мире, что информационное поле очень сильное. Формируйте его позитивным, и все вокруг складывается будет по-другому. Все, она правильно, на самом деле, сказала сейчас очень. Я абсолютно с ней согласна. И по поводу информационного поля, и даже не потому, что страшно, что тут же про это узнают, а просто вообще неправильно это все. И люди, которые я, опять же, с этим проектом, в котором я принимала участие, я столько получила негатива, так по-другому не назовешь, именно во всемирной сети. Как ты на это реагируешь? Научилась уже отбрасывать? Я всем говорю, я просто вот, когда другим людям советы гораздо давать, ты прекрасен, конечно, когда что касается тебя самого, это эпичная, конечно, история. Потому что я приходила и говорила, там, Александр Борисовичу Диме, Лене. Я говорю, ну зачем вы читаете это? Ну вы же понимаете, ну что? Ну вот, ну кто это пишет? Ну вот люди, которые, там, сами, может быть, не очень что-то у них удалось в жизни, там, ну вот, и так далее. Ну то есть какие-то такие оскорбления прям личные, да, и так далее. Ну какие-то некрасивые просто вещи. Вот спрятавшиеся за, там, монитором у себя, в общем, люди, которые обвиняют в своих проблемах, действительно, вот человек, это очень весело, на самом деле, забавно. И потом тут, я не читала принципиально, а потом поехала в Одессу, и перед концертом, думаю, ну, заглянул. Ну что там? Ну там же наверняка только приятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вообще, восемь страниц, я такое про себя прочитала. Еще стар Фрэнсис Бекон учил, в средние века в Англии, вполне естественно ненавидеть все, что является укором собственной судьбе. Да, да. А потом они так быстро меняют свое мнение, вот только что ты был самым плохой, а потом раз, и сразу ты самый хороший, а кто-нибудь другой уже самый плохой. Ты думаешь, а, так вот вы какие. Даже, ну, раз уж вы тогда негативничаете, ну, так будьте в своей позиции до конца. А нет. А чтоб тебе вообще не думать о том, как ты выглядишь. А чего ты от них ждешь? Какого-нибудь еще признания, как ты хороша. А может быть, твой продукт, который ты делаешь для большинства людей, важнее, чем ты сама? А? Может это быть? Да, там же не только про меня, там и про продукт. А, что это продукт плохой? Там ничего не забыли, конечно. Не, если бы вы говорили, что там со мной что-то не так, цвет волосы, не уперся никуда, то мне это... Ну, я привыкла, я привыкла к критике. Просто я не привыкла, что вот, если уж мне говорят что-то в лицо, мне хотелось бы, чтобы это в лицо сказали, а так это вот, ну, как-то все. Я привыкла к критике. У тебя критик один, мама. Все остальные тебя чаще хвалят. Нет. А кто еще? Мне много говорят комплиментов люди, это правда, действительно. И к этой критике комплиментарного плана я тоже привыкла и тоже на нее особо внимания не обращаю. Но очень много людей критикуют до сих пор выбор жанра. Да им такой голос, они бы на Евровидении давно уже были с их репертуарами. Голосы, все, вообще все приходит. Скажи, а вот голос, это вот чтобы люди понимали, чему они завидуют, это... Здесь сейчас страшное будет разделение, это сейчас люди совершенно просто ополчатся на тебя, если выяснится, что это дар Божий. Абсолютно. Абсолютно. Подожди, это даже не плод ежедневных занятий? В моем случае это не плод вообще ежедневных занятий, потому что занятия не ежедневные. Вот. Тогда, значит, вот что. Тогда пости котиков и больше не читай ленту, потому что сейчас начнется страшно. Тебе вообще, оказывается, на нее все упало. Все, что предназначалось вам, девушка, упало все в Пелагее, понимаете? Только вот в том-то и дело, что я в этом не виновата. Не виновата ее я. Мне дали. И я поэтому, может быть, так к этому отношусь. Я очень трепетно отношусь к своему голосу. Я всю жизнь пытаюсь найти с ним какие-то... Ты с ним разговариваешь? Ну, я считаю отдельным его, да, существом. Вот мне кажется, что народник, вот народник, ценится по сухому остатку. Ведь такова проповедь. Это же гамбургский счет. Тогда уж ты так и поступай. Practice what a preach. Практикуешь, что проповедуешь. Вот Поленька сейчас поет объедки попсовых народников. Вот это. Вот что поют в попсе, то она... Ну, кто тебе сказал? Да я же вижу твой репертуар. Так ты сходи на концерт. Полюшка в парадок. Я вижу, что они выкладывают в интернет. Это то, что они выкладывают. Поленька. Интернет это и есть. А там три часа. То, что они тебе видят. Ну, конечно, на концерте у тебя сет на два часа. Но они-то выкладывают то, что любят. А это признак того, что они... Потом, вот этот, вечно этот кубанский привела казака. Потом, вот это что ты поешь. Пташечку эту. Ну, в общем, что... Какая же пташечка, это объедок-то. Какой же это объедок? По-твоему-то. Это неизвестная никому композиция. Да, так же. Маленькая-то Руслановская. Ну, короче, вот что... Вот есть такой официальный стеблишминский народный репертер. Вот Поля... Это не он. Нет. Надо. В общем, Гдробышу. В общем, Гдробышу. Гдробышу. Заказывайте хит. Скопите деньги. Кончится все Гдробышем с крутым. Значит, надо сделать следующее. Пойти по пути совершенно честного, а значит, по-настоящему, сулящему успех народническому пути. Надо отправляться в экспедиции. И раскопать такую народную песню. Вот тогда можно будет выполнить задачу хита. Вот это вот сколько... Вот это будут валенки и вот это... Ой, да не Люба. Нет, в смысле Люба, братцы Любы. Вообще не наша песня терская. Что терские? Умеют петь, что ли? А что, нет, что ли? Терские? Короче, я с тобой не согласна. Вот надо идти и вылавливать, и вылавливать дерево, пока бабки еще живы. Вот тебе материал такой надо будет и сделать такой хит сумасшедший. Послушай, что бабки поют. Я слушаю ее в огромном количестве. А ты когда была в деревне-то последний раз? В деревне-то я не была, но я слышала экспедиции фольклорные. Много материалов я слышала, поверь. И очень много композиций прекрасных, но это не значит, что они будут хорошо смотреться на большой сцене. А сцена большая. А сцена большая. Ну, может быть, я ищу, но это не значит, что у нас мы поем как раз официальный репертуар, объедки, ни в коем случае. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это то, что выкладывают люди. Порюшка, параня. А, 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 Ерушин-то нибудь дурак-то сгонял на Урале в экспедиции. Да, потому что это был пятый элемент. Дай бог ему здоровья, всем и здоровья. Но концерты состоят из другого материала, а это самое главное. Видимо, не цепляет то еще, что это концерт. Это то, что цепляет, попадает в интернет. Ну, нет, там очень много всяких разных, на самом деле, и достаточно большое количество просмотров. Та же песня «Пташечка», вот это как раз тот самый пример, который я услышала у Ольги Сергеевой. Вот поставь ее. Давай поставлю. Вот поставь, поставь. У нас есть, друзья мои, это песня «Пташечка». У бабушки. А ну давай. Даю. Песня «Пташечка», русско-народная песня из амбертуара Ольги Сергеевой. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это вот та бабушка из Паскова. Это Паша Дешера. Из Паскова, да? Да. Ой, какая тут интересная. Ну, очень попсовая, да, композиция народная? Ну-ка, 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 ну-ка. А белье у сироты нет никого и на свете. А белье у сироты нет никого и на свете. О-о-о, ну-ка. Значит так, обвинения считаются невысказанными, реплика считается непроизнесенной. Эта песня очень-очень хорошая. Вот тот путь, по которому рано или поздно вы найдете хит. Вот это путь. Гениальная песня. Да ладно? Да фантастическая. Хорошая. Виктора Дробыша просим не беспокоиться. Класска Томкой босоноги не придут. А где клипы-то? А зачем они нам? А где у нас музыкальные каналы? Где музыкальные передачи? Кому нужны клипы? Никому. На Дон езжай, Пелагея. Сейчас поеду скоро. В Бабуховскую станицу. Там хор сильный. Что такое сильный хор? Не тот, кто хорошо поет. Они все хорошо поют. А тот, кто много знает. Вот туда езжай. Тоже хорошо. В общем, короче, дам тебе все координаты. Профессор у нас очень сильный. Заведует фольклором в консерватории Донской. Очень сильная женщина. Вот она все знает. Мы в голосе пели казачью песню, которую ты должен знать «Под ракиту зеленой». «Под ракитою зеленой» «Казак раненый» «Лежал ей» «Е-ой-да». Нет? Не узнаваю. В общем, есть такая песня. И я тебе хочу сказать, что песня сложная. Из компонирующих инструментов у нас была тетенька, которая держала одну ноту, всю песню на синтезаторе. Концептуальному журоку. И мы вчетвером пели просто на голоса композицию про то, как... Да, есть там так. А, ну. А ну, давай мне вот это, что там она там показать. Вот она. Вот она нота. «Под ракитою зеленой» «Казак раненый» «Лежал ей» «Е-ой-да» «Под зеленой» «Казак раненый» «Казак раненый» «Лежал ей» «Но так...» «Да...», «Да...» «Забайкальск» «Прилетела птица мой, ора» «Начала каркать над кустом» «Над ним бился чёрный волк» Ну, это люди-люди помнят, но, в общем, можно и посмотреть будет. Это ж не 3.30. Ну, 4. Какие 4? Здесь одно вступление на минуту. 3.30 должно быть. Ну, и вот. И межжировочку какую-нибудь. Да не должно быть. Вот в том-то и дело, когда вот эти люди, которые говорят, должно быть 3.30, должно быть инс-инс-инс-инс, должно, чтобы качало, и неважно, на коленке ты это сделал или там какой-то мозг включил. Вот когда эти люди уйдут, а на их место придут молодые, амбициозные, для которых каждый проект, вот чем этот проект был прекрасен? То, что мы все понимали, что мы что-то делаем новое. Мы, может быть, сейчас революцию совершим, понимаете? Вот мы, вот мы от того, насколько мы будем врываться в этот проект все, от уборщиц, вот серьезно, до телевизионного режиссера, от наставников до всех конкурсантов и так далее. Вот как в последний раз, как в первый и в последний. Вот когда все будут вот так относиться к своему делу, все у нас будет хорошо. Ну да, в связи с этой величиной морковки, которая на шесте перед тобой висит, за которой ты бежишь, мне кажется так. У меня этой морковки, знаете что, у меня, короче, ничему от этой морковки не зависит. У меня, я наслаждаюсь, вот, получаю довольствие от процесса. От процесса. Ну, мы сейчас все хорошо понимаем, мы тебе добра просто желаем, ты пойми нас. Так и у меня все хорошо. Вот в чем. Совершенно не телевизионный персонаж. Еще к тому же у меня все хорошо. Леня, да там кайф, когда все по-настоящему, все по-честному. Никаких вот этих суфлеров и фонограмм плюсовых. Я вон своих, у меня там у нас был суфлер, я говорю, сейчас идите учите, выучите текст и потом пойте. Это что такое, петь песню с суфлером и читать текст, и что у тебя там будет, какой-то, я говорю, ты должен или должна рисовать такие картинки, чтобы я, как будто, я не знаю, что у тебя за картинки, но чтобы я их увидела. Вот тогда это будет правильно, тогда это будет торкать. Девушка, а скажите, пожалуйста, у вас как-нибудь бывает депрессии? Да. Ты серьезно? Да, вчера было. Из-за чего? Из-за чего? Ну вот, бывают такие ситуации. Да влюбилась, а он ей смс-ку не прислал. Да, пошел в клуб с другом. Да нет. Это все понятно, 26 лет, что вы хотите в голове. Я очаровываюсь людьми. Ну вот, а они в ночной клуб с другими ходят. А они в душу-то плюют, бывает. Ну вот смс-ками причем, заметьте. Нет, иногда и не смс-ками. В общем, я все равно никак не могу сделать выводы. Вот хороша я хороша. Не, ну подожди, подожди. Позже я одета. Не могу сделать выводы. Я очень люблю людей, как вид, вот, организма. Мне нравятся люди, классно вообще. Я их больше люблю, чем животных пока еще. Может быть, с возрастом, как у моей мамы, это поменяется. У меня подсудимый еще один вопрос. Вы готовы расстаться с карьерой ради семейного счастья? Я надеюсь, что мое счастье семейное будет таким называться, именно потому что мне не придется выбирать между карьерой и моим семейным счастьем. Мужики, готовьтесь. Дмитрий Александрович. Нет, я уже жениться. Нет, я выводы сделаю. Нет, я с удовольствием могла раньше думать, когда поленьке было 12 лет. А, ну да. А сейчас уже чего? Это бабушка сидит. Сейчас у нее все задачи гораздо выше, нежели ЗАГС. Она должна сейчас думать о нации, о том, как бы вот все-таки раскопать надо, ну, такую вещь. Вот сейчас вот очень правильный путь. Вот видишь, как все, и лайки летят, неизвестно, только по-честному надо отнестись к песне. Ну, ее подобрать, конечно, надо с успехом. И по-честному. И за народ не волнуйтесь, лайки пойдут. Нет, нет, это все будет, только это по-честному. Без всякой задней мысли. Я сейчас притворюсь, будто это все мне нравится. А на самом деле я себе хочу прибыльку или славу, это народ сразу увидит. А когда песня больше, чем ты нравишься... Да, вот вообще все видит. Если ты на сцене, все, ты голенький, под увеличительным стеклом. Все, что у тебя в голове, все видать. Ты что же влюбишься? Пелагея. А что это? Да не по СМС-кам, а так, чтобы сильно нам мотало на колеса любви. Ну, не нам это размышлять. Ну, как я тебя люблю, Поренька. Какое счастье, что ты нам показываешь. В принципе, у нас есть возможность оставаться чистыми, оптимистичными, а несколько наивными по сегодняшним бухгалтерским временам. Да, это и главное богатство. Иметь возможность сохранять свою наивность. Это дорого мне стоит. И все будет. Друзья мои, сейчас я вас научу, как прийти к песням Пелагея. Значит, начинайте с небольшой дозы Бабкина и Кадышевой. Потом переходите к проектам Иван Купала, а потом уже начинайте слушать настоящий рафинированный продукт. Это того стоит. Дмитрий Дебров, Александр Карлов. Сегодня временно доступна артистка Пелагея. Спасибо. Ты такая красавица выросла. Да. Ну, конечно. Ну, это прекрасно. И глазища у тебя очень такие пустящие. Очень красиво накрасили. Да, ну, да, да, конечно. Спасибо большое. Я старалась. Росла, росла и выросла. Да и приходите на концерт. Вот я вас в следующий раз позову, и все, вы сразу поймешь. Продолжение следует...